Приветствую всех! Сегодня мы займемся установкой устройства цифровой индикации или УЦИ на настольный фрезерный станок WACE VM25L. Эту доработку данного станка я планировал выполнить позднее, после проведения работ по коррекции геометрии станка и пришабриванию всех направляющих. Но появилась необходимость оперативно выполнить одну работу, которая по сути не помещается на мой первый станок, условно 16-го размера, и я принял решение изменить свои планы и заняться установкой УЦИ сегодня. В качестве УЦИ ранее был заказан комплект трехосевой индикации на Алиэкспресс. Я удовлетворил свое любопытство и в этот раз заказал блок индикации УЦИ жидкокристаллическим дисплеем производства ЯХАУ, модель EH800-3. И могу сказать, что предварительные впечатления от данного блока индикации неоднозначны. Я планирую позже сделать более подробное сравнение трех доступных мне блоков индикации разных производителей, но эта тема другой истории. Блок управления УЦИ укомплектован кронштейном крепления, комплектом необходимого для этого крепежа, сетевым шнуром длиной 3 метра, инструкцией по эксплуатации на английском языке и защитным футляром. В качестве измерительных линейк были заказаны электронно-оптические линейки модели НТС-С с разрешением 5 микрон. Это тонкие линейки, так называемые слим дизайн, с длиной хода измерения в 200, 350 и 535 миллиметров. Начнем монтаж с продольной оси перемещения стола X. Я решил установить линейки на переднюю часть стола. Это сделано по двум причинам. Во-первых, эта установка по сути не потребует каких-то переделок станка. Во-вторых, при установке линейки на заднюю часть стола станок потеряет в ходе перемещения поперечной оси Y на толщину данной линейки, а мне бы хотелось избежать любых ограничений в перемещении стола. Из минусов данной установки это отказ от механического ограничителя продольного хода стола. Но для себя я счел его применение скорее бесполезным, поэтому с радостью поменяю его на цифровую индикацию. Снимаем элементы ограничителя перемещения стола. Продолжение следует... Закрепляем линейку в штатный для ограничителя крепеж при помощи болтов М6. Как видим, штатным фиксаторам продольной оси ничего не мешает, и их переделка не потребуется. Закрепляем индикатор на магнитном основании для выставления линейки параллельно перемещению продольной оси. Желательно выставить линейку насколько возможно параллельно, учитывая конструкцию линейки. Я считаю приемлемым непараллельность до 0,1 мм на длину линейки. Более точная установка, конечно же, лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем штурвал поперечной подачи для более удобного доступа. Намечаем крепежное отверстие для фиксации оптического блока линейки. Я использую самодельный кондуктор, сделанный из латунного винта М5 и заточенного обломка сверла. Снимаем линейку. Снимаем линейку, предварительно сделав метки положения ее установки. Снимаем линейку. Сверлим отверстие. Снимаем линейку. Снимаем линейку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Монтируем линейки по ранее сделанным меткам и проверяем точность ее установки по индикатору. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Вынимаем транспортную проставку Закрепляю оптический блок на винты М4 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проверяем работу линейки с контроллером Монтируем штурвал поперечного привода Затяжка его гайки также регулируется натяжение подшипников приводного винта Подготавливаем все для установки линейки поперечной оси Y Но этим мы займемся уже в следующей серии Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца Если вы еще не подписаны на мой канал, приглашаю вас это сделать Всего вам самого доброго и до новых встреч